И один из договоров, я думаю, с Путином, это то, что надо Палестину поддерживать, с Ираном надо дружить и Украину надо разваливать. Украина это не страна, это часть России, а те, кто воевал за Украину, российские граждане, верните их мне обратно. Потому что чеченцы, они очень боеспособные, они создают опасность для России. Был прецедент такой в истории, когда, похоже, не такой, но похоже, один из них похожий был, это когда британцам сдались казаки, которые воевали на немецкой стороне. А советские освободили лагеря военнопленных, в которых были британцы, американцы. Так Сталин не отдавал этих военнопленных Великобритании и Америке, пока казаков, его граждан, тени вернут ему. И вот они произвели такой обмен, и всех этих казаков, конечно, убили. Я не считаю, что там с ними можно было, но надо было это сделать по закону, а не по шантажу с этими казаками разбираться. Но было такое же, что когда многие польские летчики воевали на стороне британцев, летали вместе с ними, воевали вместе с ними, а после войны британцы их сдали, вернули в Польшу, они не хотели, они сопротивлялись. И всех этих поляков, всех этих асов, летчиков уничтожили потом, советская власть уничтожила. Поэтому такой прецедент будет. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Если есть криминал, наверняка есть, среди тех же чеченцев, среди тех же батальонов, которые воевали, наверняка есть люди. Я имею в виду, что среди моих солдат какие-то криминалы есть и сидят сейчас в тюрьме. Я даже знаю одного, двух, извините, двух. Один с моей молодости, когда я еще был на службе, и сейчас другой. Они совершили преступление, их сейчас в Америке посадили. Пусть их судят, пусть их сажают и наказывают в Украине. Но отдавать кого-то России, когда вы говорите, что у вас с ними идет война, я считаю, что это будет то, чего и добивается Путин. Развала в обществе украинском и развала Украины. Так, Олег Жданов. Благодарю за поддержку иноземцев АТО и вопрос из настоящего. Ваше отношение к Легиону Свобода Россия. Все те, кто дерутся с оружием в руках против этой мрази, этого культа смерти, неважно. Французский это Легион, русский это Легион, татарский это Легион. Честь и хвала им. Они гибнут там, им тяжело. Знаете, у меня сегодня такая небольшая простуда, что ли, так горло и першит. Я в таком дискомфорте, и вот я думаю, и вспоминаю, насколько сейчас всем этим ребятам в окопах, которым холодно, мокро, они все простужены, у них или диарея, или запор, они не могут не есть ничего, еще стрельба, еще неизвестность впереди. И насколько им это тяжело. На каком языке они говорят, какого цвета они, или какому Богу они молятся. Мне совершенно безразлично. Есть русские люди, которые понимают, что то, что творится сейчас с Россией, то, что сейчас творится в России, это криминал. Гарри, какое ваше мнение о грузинском Легионе, защищающем Украину с оружием в руках? Ну, конечно же, все, кто защищает Украину с оружием в руках, я считаю героическими людьми, и грузины понимают, как быть на правильной стороне. Я надеюсь, что всех этих людей украинский народ отблагодарит, даст им гражданство, или какие-то еще награды. Точно так же, как и Чеченский Легион, точно так же, как и другие, да и Русский Легион. Те, кто честно воюет за правду и веру, и они не украинцы, я, например, не украинец, но мы понимаем, насколько украинский народ хочет свободы, независимости, хочет быть цивилизованной, некоррумпированной, нормальной страной, потому что красивейшее место, красивейшая, богатейшая страна, почему и нет. Те из нас, кто это понимает, не обязательно быть украинцами. Сегодня мы все украинцы, поэтому у меня огромное уважение к грузинскому легиону и к другим легионам. Тагаре, благодарю вас за то, что не забываете иноземцев АТО и иностранцев, воюющих за Украину. Да, это очень важно, это очень важно. Я бы хотел, чтобы украинские власти тоже обратили на них больше внимания, что они заслуживают гражданства Украины, что они заслуживают украинскую любовь, которая им дается. Ну и также после войны этим людям, ну, многие из них не смогут вернуться туда, откуда они пришли. Поэтому хотелось бы, чтобы украинские власти, украинские бюрократы к ним тоже относились по-человечески. Гарри, зачем и почему леваки дискредитируют АЗОВ и украинских добровольцев? Потому что они леваки, вы сами ответили на свой вопрос. И мне чего такое не нравится? И мне нравятся те люди, которые будут драться с оружием в руках за свою страну, за свои идеалы, защищать детей, женщин. Они, болтай, они комиссары. Они красные комиссары. Разница никакая. Вы можете их называть коммунистами, вы можете их называть марксистами, вы можете их называть левыми, вы можете их называть социалистами. Названий у них много, но они все из одной материи сделаны. Они за то, чтобы вы им дали власть и заткнулись. А если АЗОВцы такие, они не заткнутся, они мне нужны. АЗОВцы для них опасность. Азовцы, Гевати, Гелагава, наши морские котики, они опасны, они не любят этих людей, они не понимают. Точно так же, наверное, как мы не понимаем их. Они считают, что мы вредители, что мы все бегаем, стреляем. Зачем? Надо просто деньги печатать и делить, и все, и все счастливы. А потом, когда деньги закончатся, загнать себя в ГУЛАГ. Гарри, благодарю вас за то, что не забываете иноземцев, а то и иностранцев, воюющих за Украину. Конечно, ни в коем случае не забывайте. Это самые большие герои. Это люди, которые приехали в Украину, воюют за то, что за Родину, за нашу всю общую Родину, вашу, мою, их Родину. То есть за свободу, за независимость, за то, чтобы людей не убивали, чтобы детей не убивали, чтобы женщины не уничтожали, чтобы эти сволочи погибли. И ваши, и те, и наши, которые они повсюду. Сегодня мир, вот благодаря тому, что мы сейчас все с вами общаемся, со всех уголков мира вживую, мы один мир стали. Нету границ, границы смыты. Но и у вас, и там, и в Австрии, и в Америке, и в Украине, и в России есть идиоты, есть придурки. А есть люди, которые хотят жить нормально. Поэтому мы все, хорошие и добрые люди, должны объединиться. А те, кто не хочет быть хорошим и добрым, тех мы отберем. И все. Я считаю, что так надо сделать. Так, вот надеюсь, что Украина все-таки отблагодарит и правильно поступит с такими чеченцами, грузинами и другими народами, которые приехали в Украину воевать. Да, они, может быть, приехали воевать не за Украину, просто напрямую, а приехали воевать за вот этот наш общий мир. Но я надеюсь, что Украина их не бросит и не кинет. Представители австрийской правозащитной организации задали мне вопрос. Что ждет гражданина России, вставшего на защиту Украины с оружием в руках, в случае возвращения его в Россию? Я также задал этот вопрос Гарри Табаху. Так, Олег Жданов пишет, мой дорогой Олег. Приветствую, Гарри, и все из Австрии. Гарри, интересно ваше мнение, что же ждет граждан Российской Федерации и иностранцев, воюющих за Украину в случае возвращения в Россию? Ну, если их вернут в Россию, выкрадут, и уже мы знаем это из опыта, ну, вагнеровцев их убили без суда и следствия. Так, я думаю, что тех, кого вернут, или тех, которых выкрадут, или те, которые попадут каким-то образом обратно в Россию, их убьют. Так что, если вы уже переходите и попадаете в Украину, моя рекомендация вам не возвращаться туда, потому что вас убьют. Опять же, всегда надо иметь мысль, что мы не имеем дела с Россией или с какой-то страной, или там, где есть какие-то законы, или какой-то порядок. Мы имеем дело с террористической страной, мы имеем дело с террористической организацией. Террористические организации так и поступают, хотя, допустим, ну, и это нарушение, даже если взять, то это нарушение Российской Федерации, то есть воевать в чужой стране, будучи не гражданином этой страны, это нарушение закона Российской Федерации. То есть, вагнеровцы, которые воевали в Вагнере, они граждане России, формирования вооруженные запрещены в России военные, но вот вагнеровцам было разрешено, опять же, такая страна-террорист. А с другой стороны, допустим, Фейген Марк, он воевал у Младича, то есть, будучи гражданином России, он был наемником в чужой стране, еще причем они обвинены в военных преступлениях. Вернувшись в Россию, ему ничего не было, у него даже не забрали тогда лицензию юридическую или дали ему стать тогда юристом, получить лицензию. Поэтому, конечно же, мы имеем дело с террористами. Главное, что мы друзья здравого смысла, да, это очень главное, конечно, нас меньше, и у меня со Светой сегодня был такой разговор. Вот Олег пишет, что не только этот стрим в записи, можно посмотреть, ну и короткие видео с этого стрима, который создает Олег, да, он создает короткие такие стримчики. Из этого вырезает вот это все ненужное, и поэтому, да, смотрите Олега Жданова. Кстати, он в описи там тоже у меня от стрима будет.